В эти дни из Якутска в Верхоянск в дар от архиепископа Романа Якутского и Ленского привезена икона Блаженной Матроны Московской, которая будет храниться во вновь построенном храме. Вместе с иконой привезли купол и крест. О долгожданном событии расскажет Альбина Павлова. Еще в далеком 814 году прихожане города Верхоянск обратились архиепископу Иркутскому о необходимости строительства церкви в городе Верхоянске. Так через два года вышел указ о строительстве церкви на самой отдаленной северной точке России. Храм, который будет носить имя, который будет освящен в честь Великой Угодницы Божьей Блаженной Матроны Московской Чудотворицы. Пасхальный месяц апреля войдет в историю полиса холода и еще одной яркой страницей. Так после двух веков молчания в старинном городе вновь зазвенел колокольный звон. Инициатором и организатором строительства особого здания выступила Екатерина Портнягина. А мы как раз в 2016 году начали строительство этой церкви чисто на средства основном субботниками. Мы, значит, заготовили деловой лес и, значит, в основном за счет полиса холода мы именно начали строительство часовни, храма именно по проекту владыки. Буквально год тому назад также пасхальные дни освящали место для закладки храма. А сегодня верхоянцы стали участниками освящения купола, креста и звонницы. Из якутска в дар от архиепископа Романа Якутского-Еленского также перевезена икона Блаженной Матроны Московской. Строительство храма, которое велось по проекту епископа Якутского-Еленского, завершилось. Остались только внутренние и наружные отделочные монтажные работы. А в конце мая намечается приезд владыки Романа с большой делегацией на торжественное открытие храма. Христос воскресе, дорогие братья и сестры. И в тот момент, когда Екатерина Алексеевна обратилась к владыке Роману с просьбой о строительстве здесь храма, то было принято решение, что храм данный будет освящен в честь Блаженной Матроны Московской.